рейка вот рейка нужно будет первый слой он прям самый главный три шпильки на два кресла мы сейчас соберем да все как бы некрасивые стороны я попытаюсь убрать 93 их нужно две штучки до 95 2 все у нас готово как это сделать ровно где-то в два раза друзья привет вы на канале кирилла красина короче такая сегодня тема интереса смотрите садовая мебель есть есть человек который это производит да мы с ним поговорили вели долгий диалог завза сюда засылали шпионов меонов для тебя для чего для того чтобы выудить с него вот эту секретную технологию как производится это мебель кстати мебель это актуально у меня на доме благодаря костику есть это мебель 8 стульчиков такие подголовники таков даже у него нет тех сидушек которые есть у меня почему все всему свое время всему свое время я понял вот это кстати мебели два года да зачем покрашена масло bioфа было пропитано масло для террас мы сейчас перейдем туда в мастерскую мастерская это у него вот он живет калининградская область короче мы это делаем все для того я много и постоянно видео говорю и своим коллегам понимаете говорите людям как производится то что вы производите сколько стоит и как это сделать самому почему я считаю как сказать ну важным такой момент понимание вот этого смотрите вот этот стул или или этот столик до человек который не может себе позволить купить он и так пойдет его и сделает сам понимаете да поэтому если он открывает сейчас в этих технологий или как это назвать все процессы сколько там этой рейки нужно как это все крепится как это край со собирается сколько это это все стоит у человека у которого есть деньги он не пойдет это делать а у человека у которого нет денег там скрывая не скрываю все равно не купит а пойдет сделать сам поэтому лучше здесь отдать пользу и я верю в такие момент когда отдаешь тебе больше назад и притекает поэтому константин слава богу он понял этот момент он говорит я согласен давайте все делаем тем более момент такой то что мы находимся калининградской области у нас границы эти все закрыты отсюда ничего не выслать и короче был у него один пример или как опыт назовем так отправки вот этой мебели самару 2 ну комплект 2 кресла и столик два кресла и столик короче доставка обошлась 8000 рублей ну это дно и плава если честно давай сейчас соберем все что нам нужно будет нам нужно будет рейки сколько так на excel к уйдет 10 рек рек до трех метровых потому что плюс еще там какие-то там запилы не запилы 10 рек туда и из и стандартное кресло куда уходит у меня примерно семь восемь то есть стулья оказывается excel у нас сидя на обзоре какой цельсия вариант вот на него уходит 10 реек 40 на 30 если вы берете стандартный 8 рек уходит на стан на стандартный сколько на метров 33 трехметровый смысл в чем каждую рейку я смотрю на трещины на смолу на изгиб и все тогда прям магазин ну либо магазин ну там где я беру там особо не посмотришь шибер партии большой рейка вот рейка нужно будет дальше шпильки нужны до шпильки вот у меня двухметровую такие есть шпилька восьмерка шпилька восьмерка сколько их уходит на 1 на 1 ну смотри на excel допустим уходит таких двойка полторы давай знаешь подожди извини момент такой друзья кто шарит в этих моментов давайте возьмем в комментариях вы пишите сколько стоит у вас одна рейка трех метровых кто-то просто прям занимается деревом и знает строитель знает сколько такая шпилька стоит допустим россии и мы со всех комментариев берем среднюю цену допустим по россии если вообще интересно в комментариях также пишите там какую-то инструкцию у него нет этого плана чертежа инструкции если она прям нужно будет мы соберем там вернее не мы а костик и сделает оформит и там вот бот строй бот без заботы ли бот без забот короче по ссылке перейдете там эта инструкция вся у вас тогда будет приложено просто смотрели и собирать дальше что у нас исходя из этого из этого гайки шайбы гайки гайки могу и шайбы посчитаю до 1 да да ну в принципе основной все 7 8 8 шайб 8 таких заглушек нет больше 8 гаек шайб смотри как я допустим делаю шайб из нержавейки по контуру 8 шайб уже которые оцинкованы между каждой рейкой короче но я думаю их не нужно потому да не вот так вот навесные весы кираешь жменьку такую ну грубо говоря 60 там таких и все и по факту больше ничего не надо здесь ну и по факту все то есть рейка шпилька шайбы гайки и вот эти вот заглушки масло убираем да да и затем убираем чтобы глаза не мозолил все и потом руки и ноги инструменты вперед вопрос такой тема вот присаживался там такой опять да но он будет это ерунда для него с какой выдержит суши не тестировал 200 но я думаю 200 выдержит было 150 чем-то переживает думаю что все давление идет на заднюю по факту она укороченная и углу не больше удерживает свободе и подушки подушки прикольно я не знаю как у мы про них не скажем потому что отдельные делают до заказ ну у меня есть да швея знакомая вот мы с ней вместе как бы дизайн в калининграде будет покупать у нас вот они лежат здесь такая сидушку даже у него нет сидушек казалось короче с утра отстаешь когда дождь и вечер домой приезжаешь вот сидушки это лужа и вот так сидушку подумаю вода скатилась она не напитывается вообще прикольно это кто в калининграде захочет им себе приобрести я вот точно могу не сказать что подушки и сидушки не прикольно ну про них мы не расскажем и не швей не швей не цеховая речка берем начинаем берем речку проверяем ее торец да некрасивый торец я о чем и говорю смотрим чтобы не было там сколов каких-то да и трещин и отпиливаем этот кусочек красивый торец проверили все далее что 3 час допустим я начинаю с длинных веек сколько ну с данного момент метр двадцать пять сколько штук ну с трех метров выходит 2 соответственно чем чем и удобно короче мы начинаем по самые длинные части стула датар 25 их нужно две штучки да да я так понимаю это вот эта нога да вот это вот совершенно верно почему нет у меня стандартного допустим шаблона сразу скажу потому что каждую рейку все равно приходится смотреть по на дефект и они же все не все ровные да и не все серии и серий кида 2 есть 2 есть дальше вот эта нога как следующий размер идет 98 и 5 это идут у нас вот эти боковые боковушки да потом идут не надо потом мы дойдем давай нарезаем дальше следующий размер ну короче на следующий в внешние две мы сейчас соберем смотри сейчас пока спинку пили до следующий размер крайне остался 93 это вот эти внутренние это не внутренние это у нас две упорные которые идут в ножки да дальше дальше по размеру идут у нас ножки передние нет не передние ну задние 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 у нас не почем 95 а вот тут кусочек удерживать вот это уже не уйдет нет он уже да идет в карте затем у нас идет следующий размер это у нас идут сидушки 9 штучек они все одинаковые они все одинаковые 5 6 7 8 9 это ножки да это ножки да и вот на сидушки размер еще раз 45 остался у нас кусок соответственно мы его это с ножек остался длинных мы тоже самое да 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 почему я говорю что трехметровый удобно то что минимум остается расходник да это вот эти связующие на углу в данном кресле 12 а вот эти вот да 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 вот ну в принципе все у нас готово смотри ты когда первый стул ты говоришь делал два два дня ну где-то так да наверное у тебя чертежей не был ты просто ломал голову что как и нет я нашел чертежи подобных изделий в интернете сделал по ним а потом уже ну то что получилось мне не понравилось и я потом уже начал дорабатывать до того что имею сейчас и они вообще другие они во-первых меньше изначально это у меня excel то есть второй вариант да где силы есть стандартный есть excel вот стандартный он больше приближен к тем которые чертежи есть в интернете но там меньше сидушка и спинка короче и в итоге ты сидишь вот как пионер вот так и получается если подголовники сделать под них они будут вот прям впритык то есть не будет вот этого расстояния где-то сантиметров 20-25 наверно то есть я вот это все удлинял и примерял уже как она будет выглядеть и как удобно будет сидеть надо нам насверлить отверстие давай теперь мы мы нам же нужно показать людям где чего на сверлить до что визуализация у них у всех одинаково стопы идет или нет 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 всех разным давай хорошего верхней часть берем рядку начинаем такой как по системе то есть уже не будем пока эти объясняют смотри верхние идут отступ четыре с половиной до по центрам да 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 четыре с половиной здесь идет четверка здесь идет тройка и все еще ну как вы и стране да и здесь тройка тут с обоих концов тройки тут четыре там четыре с половиной все погнали посверливая так подожди ну это что нужно показать уже видим тут кто-то же понимает как с деревом работы да ему просто покажи в полу носа берет а кто-то ходишь в первый раз есть станок давайте я тебе подарю я им не пользуюсь я купил в том году он даже приедем и заберем все он даже это этой компании да да в одном стиле меня вот все что успел да у них с большой он прогоняюсь конечно не по его то что террасно это но все договорились так чё как будем снимать просто показать как ты отмечаешься через уголок или или уголок не покупать рулетка как три отметил и серединку здесь и серединку уже скажем так ну уже у вас так и соответственно тут также отметили эта штука дырки делает у нас остаются вот такие заусенцы я края закругляю убирая это блин да хрен узнает то есть таким макаром я края довожу но идеал дабы не было потом каких-то сколов да или там заусенцев они потом откалываются у тебя будет такая некрасивая ямка все дальше она шлифует высшим качестве следующая операция углы нам надо сделать до фрезер те кто не хотят я видел такие ну у кого нету фрезера делают прямыми но он грубовато грубовато смотрится и сидеть почему я именно беру тоже полукруглый примере фрезер что углы все сглажены и если даже да там бьют в семью дети маленькие иногда ли там подобное дабы не было травм так у тебя же здесь получается и вот эта часть удобно надо будет туда потому что я видел и геню такой но есть делают такой он более ровный скажем так не такой а не полукруглый а именно ровный спил ну как бы я тоже от этого ушел мне больше нравится вот такой дизайн сначала мы обрабатываем торцы потом основном эти тоже ты проходишь да 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 все 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 полностью деталь все она заглажен она заглажен но не до такой степени опять же она гладкая скажем так то же самое как и здесь она она не возьмет поэтому надо углы видишь какие какие ну потрогай ну да грубоватые опять опять берем шлифмашинку причем знаешь я к чему пришел я беру наждачку да какая кстати это 120 120 я брал в бау-центре мне нравится вот такого формата исполнения с белым напыление она больше служит чем вот такая то есть но таким макаром да вот она хоть на поле не стирается но да не обращал ну я поработал и то и то это все-таки дольше выхожу могу сразу сказать что есть шансон видеть камеры везде короче мы сейчас это все зашлифовываем дерево сосна из лиственницы делал до из лиственницы не рентабельно во первых она придется да они тяжелые получается очень то есть я сделал первый который он был меньше и не знаю раза в два или в три наверное тяжелее это во первых во вторых если оставлять их на улице как уличная мебель до на целый сезон там с весны до осени они у меня стоят под дождем мокнут и лиственница получается она начинает рассыхаться трескаться до трещины появлялись очень большие то есть если ты сядешь туда и там может тебе иголка заноза попасть а здесь как бы если есть мелкие трещины уже по истечению времени то они не так критично у меня как сказать мысль появилась такая что если мы говорим в два раза дешевле сделать на это в два раза дешевле если мы рассчитываем по калининграду если вы находитесь там питер карелия где-то там оттуда же идет сюда весь лес к нам оттуда идут все масла к нам понимаете да у вас цена будет не на раза там ближе наверно раза в три дешевле 20 18 рал получает ага масло это какое масло для для террас для террас бренд показывает каждый раз мы его перемешиваем такая есть волшебная мешалка потому что есть нюансы цвета оседают особенно черный первый слой он прям самый главный берем максимально ничего страшно я вытру ну лучше перчатка обычно я делаю это в перчатках то есть все это дело максимально там втерли ну я чуть максимально втираемся втираем до десну ну можно под конец там если где-то излишки какие-то чуть-чуть второй слой через сутки вот она уже готова сушиться летом это лучше всего да есть температура и должен быть кислород то есть продуваться должен ну это просто открытый дверь до либо открытые двери либо помещение которые у меня допустим в данном случае этот дровник который продувается вдоль дрова к дровам дрова к дровам да это касаемо масло кто чем дальше там будет пользоваться я уже ты помимо масла чем-то другим покрывал нет не считай тоже что для таких тем смысл в том что она и дышит и защищает от плесени грибка и ну и функционал поинтересно этих поскольку вот эти сантиметров 23 для нас штук 1245 сантиметров да сколько 9 9 125 2 98 и 5 7 93 2 и 95 2 в общем берем сначала две основные длинные до лужа от них справа от них стороны до по 98 5 которых потом с другой стороны тоже будут она одинаковые да эти одинаковые то есть вот так вот эти вот этот размер какой тоже 98 5 7 штук одинаковых все пара затем между серединой и вот эти линьки 3 до по краям от 3 2 они будут упираться туда ножки задней какой этот размер 90 390 3 вот и берем малыши карандаши и все и маленькие вот так промежутка промежутка и через одну все прокладки да 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 совершенно верно ну единственный момент у меня есть некий такой свой это фетиш да я смотрю чтобы было красиво все края и тут рисунок все на лицевой стороне совпадал да почему я как бы тиснение что текстура текстура да допустим где-то текст ну стоит просто обратить да ну это мой фетиш я хочу хочу чтобы человек когда его смотрит на него он ему нравился да все как бы некрасивые стороны я пытаюсь убрать если вы так хорошем смысле отчумелые ручки да и делаете что-то подобное что пригодится там в частном доме либо в квартире пишите вот снизу в комментариях либо стройбот без забот там ссылка будет закрепленном комментарии к этому видео будет кликабельная ссылка стройбот без забот пишите и мы также приедем к вам и ну если вы не боитесь они боятся даром получили даром отдавать и придет вам больше так сколько сантиметров хоть слушай я тебе не скажу потому что я не считал честно а как ты на головок а вот у меня есть размер да образно говоря вот я его да я то есть беру штормать смотрю так Костя, благодарен тебе, что ты откликнулся и ты понял эту тему, что не надо жопиться и отдавать людям, да, как говорится. Чем больше отдаешь, тем больше приходит. Да, вот так. Благодарен тебе за эти темы. Эти темы вы уже подголовники, сидушки, вы в своих регионах сами там узнаете. Будут какие-то новые изобретения, новые модели, модернизированные выходить. Как, знаете, там скамейки делали, звони и посмотрим там по комментариям, понравилось, за что не за что людям, ну, мне нравится. Уроки труда вы прошли сегодня, если вы их там прогуляли в детстве. Все. Все, рад был, что вы приехали. Классно. Как за этим приедешь, да? Да. Или тебе его отправить сюда? Да, ну, доеду. Я знаю, куда ехать. Все заодно и... Знаем, большой, правда, для этих он не пригодится. Ну, может, и какие-то качели, если будешь, значит... Ты сказал, качели будут. Вот для качели она берет, по-моему, 150 или 200. Вообще шикарно. Да, слушаюсь. Все, друзья, устал я. Все, пока. Косик, это мертв, что ли? Это мертв. Свой мертв. Ну, не мой, это у меня у друга пасека. Свежий, свежий. Мне так хочется прямо вот сейчас. Вот это все. Можно я рубануть сейчас? Ну, конечно. Ё-ё-ё-ё-ё-ё. Это все свое. Давай. У меня полное. Давай. Давай. Давай, давай. Ушел в закат. Нормально? Эй!